Итак, вопрос, какого из перечисленных, ископаемых беспозвоночных не существовало на самом деле? Гальцегения, ортоплевра, гидролесничетое и камера церос. Если вдруг ты знаешь ответ, оставь его, пожалуйста, в комментарии. Итак, гальцегения обитала примерно 500 миллионов лет назад. Гальцегения является самым первым существом в период Кембрийского взрыва. Гальцегения переводится как порождение чепухи или порождение бредней. Является родственником анихофорум тропических червей. Я лично такое видел в атаке Титана, но только реальные размеры данного представителя не превышали 5,5 сантиметров. Бишь изофреник, а я плод твоего воображения. Артоплевра – это у нас самая крупная сухопутная беспозвоночная. Длина тела которой могла достигать до 2,6 метра. Вот такая у нас малышка-мокрица обитала в период с позднего Карабонова до раннего Пермского периода. Ученые до сих пор не могут выяснить, чем же питалась артоплевра, поскольку на окаменелостях не сохранилось следов ее ротового. Гидра – ресничная, из рода сидячих кишечно-полосных. Несмотря на то, что Гидра вела малоподвижный образ жизни, она была хищником. С помощью этих щупалец она захватывала себе еду. Различных рачков, червячков. Вымерли эти зеленые монстры примерно где-то 300 миллионов век назад. Ученые в те времена провели эксперимент над Гидрой ресничтой. Вывернули ее полностью наизнанку, отчего Гидра превратилась в самостоятельный четырехглавый полип. Ахтонг, ахтонг, нам летят инопланетяне. И последний у нас здесь Камироцерос. Это род крупнейших голоногих моллюсков, длина тела которого достигала аж 11 метров. Вот такой маленький моллюск вымер где-то 440 миллионов лет назад в эпоху палеозоя. Раковины Камироцероса обнаружили в Испании, в Южной и Северной Америке. В местах своего обитания Камироцерос являлся высшим хищником. Был очень активным, скоростным. Питался он различными ракоскорпионами и другими мелкими голоногими моллюсками. Знатная зверюга! Мех! Мясо! Скварок на зарю! Итак, ну и какого же представителя ископаемых безпозвоночных не существовало на самом деле? Может не было никакого порождения чупыхи? Ведь это действительно больше похоже на чью-то бурную фантазию. А может не было нашей малышки-мокрицы? Как вы думаете? А может не существовало этого фантастического зеленого монстрика? А может вовсе не было нашего малютки-моллюска? Всем спасибо за внимание! Оставляйте свои ответы в комментариях!